Итак, добрый вечер. Спасибо, что в пятницу вечером нашли время прийти сюда. Итак, меня зовут Павел Музыка, я работаю техническим лидером в компании Castis, и сегодня я расскажу вам немножко про кодогенерацию в .NET. На самом деле я рассчитывал на получасовой доклад, поэтому там заявлено много достаточно, но пробежимся по верхам, потому что в 15 минут уложить много практических примеров практически нереально оказалось, к сожалению. Итак, что мы сегодня посмотрим? Я расскажу про какие цели решает кодогенерация, посмотрим два типа — дизайн-тайм, рантайм кодогенерацию, и небольшие советы по выбору кодогенератора, если вдруг вам нужно какие-то задачи решать, расскажу. Итак, какие же цели кодогенерация вообще преследует? Вообще, первая цель, как может показаться, — это генерация кода. На самом деле это не так. Основная цель — это когда вы пишете много однотипного кода, рутинного, превращаетесь в такой кодманки, и вам возникает желание все бросить куда-нибудь уехать. Можете написать кодогенератор и, по сути, превратить свою программу в какую-нибудь автоматическую машину тьюринга универсальную. Знаете, что это на фотографии справа? Кто знает? — Но это, собственно, машина, которая создала тьюринга, с помощью которой он предполагает? — Да, это именно машина Бомби, которую он во время Второй мировой войны создал, и она эмулировала несколько десятков энигм, чтобы подобрать этот шифр. За счет того, что он работал гораздо быстрее, чем самая энигма, он смог взломать этот код. По сути, универсальная машина тьюринга — это машина, которая может прикидываться любой машиной тьюринга. То есть вы на вход подаете ей логику работы машины тьюринга, входные данные, программу, и она сначала превращается в машину тьюринга, а потом выполняет ее код. Это первая цель, то есть когда вам нужно что-то рутинное, повторяющееся много раз, сделать автоматически. Второе, знаете, что это такое? Вторая цель кодогенерации — это заставить программы, по сути, писать программы. То есть когда вам нужна в рантайме какая-то кодогенерация, вот это на самом деле антенны, которые были с помощью генетических алгоритмов получены, и NASA разрабатывала специально. Но это наиболее оптимально по массогабаритным и по качественным характеристикам антенны, которые на Curiosity используются. На самом деле никакой человек бы, инженер, такую антенну придумать вряд ли бы смог. Это результат эволюционных алгоритмов, которые сделали это возможным. Ну и еще одна из целей кодогенерации. Вот в рантайме, например, люди не любят разговаривать на формальных языках, там типа таблица, внешние ключи и так далее, связи. Всем привычен естественный язык, и поэтому, например, разработка, какого-нибудь DSL с поддержкой, соответственно, трансформации естественных объектов из доменной области в какой-то компилируемый язык. Вот, пожалуйста, вам тоже применение кодогенерации. Собственно, какие виды есть? Я уже упомянул сейчас немножко об обоих видах. Первый — это кодогенерация, которая во время разработки используется. Это когда у вас во время разработки все метаданные, там, данные для генерации кода известны, и вы, там, результат генерации у вас является частью проекта. Вот, это наиболее простой вариант. Посложнее вариант — это когда у вас рантайм кода генерации нужна, когда вы в момент разработки не все знаете о том, о тех исходах, о тех метаданных для генерации, а знаете только в момент выполнения. И в таком случае вам необходимо разработать какой-то механизм генерации, который, по сути, сам будет являться частью проекта. Вот, скорее всего, наиболее большую частью проекта. И давайте про дизайн-тайм кодогенерацию поговорим. Самый простой пример — это генерация какого-то SQL по метаданам, например, DDL. Вообще, свой первый кодогенератор я написал в году так, в 2003-м, когда мне на третьем курсе я делал курсовой, делал учетную систему для университета. И там SQL-сервер 2000-ный еще был старый. И я накидал там схему, там порядка 10 таблиц, полтора десятка связей. И когда я написал там первый десяток хранимых процедур туда, и там на .NET к ним подключился, вызвал, все. И когда мне пришлось носить первый пяток изменений, я понял, что вручную это дальше поддерживать просто не хочу. Потому что у меня все время уйдет на ручную поддержку этих изменений, когда поле появилось, там поле изменилось и так далее. Я написал на SQL-е кодогенератор, который по метаданам брал и генерил мне необходимые крут-операции, селекты все и прочее. Это первый такой опыт был сейчас. Для этого всего есть моделеры, которые это позволяют делать. УРМ в рантайме это позволяет делать. Вот пример. Второй пример, достаточно типичный для мира разработки, это когда вам нужно, когда у вас есть две системы, есть клиент-сервер, они друг с другом взаимодействуют по какому-то протоколу. То есть вот есть сервер, он в каком-то виде отдает метаданные, для того чтобы к нему можно было обратиться, там, в SDL, например, или OData. Любой протокол на самом деле может быть. И если у вас невозможно использовать, например, там, шареные сборки, чтобы не делать кодогенерацию, то у вас клиент, он должен как-то эти клиентские прокси на своей стороне получить. И в данный момент лучше всего работает кодогенерация, потому что, опять же, вручную сопровождать изменения, там, если у вас поменялись метаданные, вам нужно на клиенте что-то поменять, вручную это нереально практически делать. Собственно, какие инструменты для дизайна тайм-кодогенерации есть? Ну, самый первый, понятно, это компиляторы, все им пользуются. То есть любой компилятор, он, по сути, является кодогенератором. Он содержит внутри себя кодогенератор, который из понятного языка, из какого-то синтактического дерева генерит код на другом языке, понятный компьютеру. Это может быть байт-код, это может быть машинный код какой-то, или промежуточный язык, как в случае CLR. Следующий инструмент достаточно распространен в мире .NET, это шаблоны T4, причем их там есть двух видов, я подробнее на них остановлюсь в презентации. Ну, достаточно старый инструмент это XSLT преобразования, которые тоже, в принципе, хорошо работают, но там XML, они не очень удобны. Например, по сравнению с T4 они менее удобны в данном случае. Есть такой интересный инструмент Razer Generator. Я специально его сюда привел в пример, потому что не нужно путать с движком Razer Engine, который для SPNet MVC используется. То есть это дальше на нем написано. Подробнее покажу тоже в конце презентации, там пример практический, как он упрощает работу. И я уже говорил, там коды генерации в любых средствах моделирования, когда у вас, например, был доклад, что, в соседней аудитории недавно, что они требования все собирали в Enterprise Architect и рисовали там диаграммы классов, интерфейсы взаимодействия и так далее. И вполне там Enterprise Architect умеет генерить по диаграмме классов эти классы, и вам не нужно будет это вручную поддерживать, синхронизацию модели с кодом. Ну, есть много моделеров, которые позволяют это делать. Их множество. Для вашего проекта можете выбирать любой, который вам интересен. Давайте про T4. Кто вообще слышал про T4, что это такое? Удивительно. T4 — это такой текстомплей... А кто вообще на Дотнете программирует? Больше людей. Ну ладно. Ну, T4 — это вот TextEmploy Transformation Toolkit. Это движок кода генерации, который встроен в Visual Studio. Но самое интересное, что Microsoft практически его не популяризирует никак. То есть у них нет поддержки синтаксиса встроенного и так далее. Есть куча плагинов для студии, которые позволяют это делать, там, T4 Toolbox, или если у вас ReSharper, то можно плагин 4T использовать. Он наиболее хорош в этом. T4 позволяет писать логику шаблона на C Sharp или Visual Basic, и затем студия сама преобразует это, выполняет этот шаблон, и вы получаете результирующий код. Собственно, так как это макродвижок, то он позволяет любой код генерить. Это не обязательно может быть исходный код, это может быть любой текст вообще. Ну и то, что они могут быть переиспользуемы. Вы можете шаблоны использовать, написать кучу базовых шаблонов, там какой-то функционал, а потом их повторно использовать. Вы можете достаточно сложные системы делать с помощью T4. Ну давайте, так как никто не видел практически, расскажу, как работает. Вот пример простого шаблона T4. Вот как он в студии выглядит. Это с помощью 4T разметки, ну там ReSharper плюс 4T. Он подсветку синтаксиса такую делает. На выходе работы такого шаблона в Design Time будет Hello World. Ну по сути, две строчки текста. Как это работает? Сначала берется этот шаблон и преобразуется, генерируется вот такой C-Sharp класс, который по сути выполняет, что он вот строчку Hello просто он заменяет, ну видно там с переносом строки делает. Вот это выражение он просто подставляет как есть. То есть у вас вот в таких блоках с решетками может быть произвольный C-Sharp код написан. Ну либо если вам Visual Basic проще, вы можете на Visual Basic там писать логику. И затем у вас результат трансформации просто в строку преобразуется, и вы получаете вот такой результат. Два типа шаблонов есть T4. Я уже сказал, что есть шаблоны времени разработки, то есть Design Time. Они у вас, ну вот снизу показано, что это вот Text Templating File Generator применяется. И у вас файл с расширением TT сразу преобразуется в результирующий код. То есть если посмотрите, здесь extension указан SQL. Ну и здесь мы получаем сразу слева SQL файл. К сожалению, указка не работает, я не могу туда показать. И второй тип шаблонов — это шаблоны времени выполнения, рантайм-шаблоны, результатом работы которых является вот этот промежуточный C-Sharp класс. А вы его потом в своей программе можете использовать, вызывать у него там transform текст и получать результат. Вы можете этот шаблон параметризировать как-то, передавать ему в рантайме параметры, и тогда у вас, по сути, такой генератор в рантайме получится. Очень удобная штука, если что-то такое нужно делать. У нас достаточно крупный проект был написан на T4-шаблонах, который много-много SQL разного генерил. Просто там были ограничения такие, что нужно только на SQL, поэтому мы использовали T4, чтобы инфраструктурный код весь обобщить, потому что там MS SQL не позволяет нормальные процедуры инфраструктурные делать. И тут мы перейдем к рантайме кода генерации. Собственно, генерация в момент выполнения. Так, мне ускорится немножко нужно. Собственно, я приведу пример трех типов задач. Первая, самая простая, это генерация HTML. Сейчас уже никто практически статический HTML руками не пишет, он динамически везде генерируется на серверах. О лет 10-15 назад это было еще фантастика, многие статические страницы делали и так далее. Ну, например, ASP.NET MVC, там пример покажу как раз, движка, что там динамическая генерация. Потом генерация по динамическим метаданам. Например, любой URM-фреймворк, он в рантайме вам из вашего выражения, какую-нибудь линку выражения пишете на N-Hibernet, он его в рантайме преобразует в SQL-запрос. Вот вам пример динамической коды генерации. И еще интересный пример. Если вам нужно реализовать какой-то оптимальный алгоритм, вы можете реализовать генетический алгоритм, например, для оптимизации, он у вас в результате, вы можете применить эволюционные подходы для скрещивания разных фрагментов кода, разной логики, и получить иногда очень непредсказуемые результаты. Вообще эволюционные алгоритмы непредсказуемые результаты дают. Был такой ученый-исследователь Адриан Томпсон, он где-то в 70-х годах решил сделать интересный эксперимент. Он решил сделать эволюционный алгоритм, который создал бы электронную схему, которая смогла бы распознавать два типа сигналов, двух разных частот, по-моему, 1 и 10 кГц. Он взял схему с сотней ячеек и начал эволюционным алгоритмом обрабатывать результат. У него получилось порядка 6 тысяч поколений прошло, и получилась вот такая схема. Вообще намешано много всего, он так и не смог объяснить, как она работает. Он начал убирать разные ячейки. Когда убрал все независимые ячейки, получилось вот так, 21 ячейка, и все работает. Есть один вход, один выход, и схема распознает два типа сигналов, причем 100%. Самое интересное, серые квадратики, эти ячейки ни с чем не связаны, но если их убрать, схема перестает работать. Собственно, какие инструменты для рантайм-кода генерации есть? Я уже сказал, любые ORM, они в рантайме генерируют код, вы даже этого не видите. Но если у вас возникают какие-то ошибки, вам просто приходится залазить в логи, подключать логирование этих SQL-запросов, которые генерируют ORM, разбираться с ними и так далее. Собственно, шаблоны T4, которые в рантайме работают, я о них уже рассказал, поэтому сейчас не буду подробно останавливаться. Razer Engine, который встроен в ASP.NET MVC, по сути, там вьюхи генерятся в рантайме, код HTML, а вы пишете разметку, по сути, шаблон этой вьюхи, а дальше модель подсовывается в рантайме и все работает. Кто использовал ASP.NET MVC, наверное? Многие знают, нет? Тоже. Интересно. Ну, сейчас пример покажу. Ну и последнее. На этом я хотел подробнее остановиться, но так как время доклада сильно ограничено, то просто расскажу, что вот код дом, он изначально в .NET был, сейчас вышел открытый компилятор Roslyn, который в частности имеет генерировать код. Ну, то есть вы можете в Roslyn создавать AST в своем коде, а потом он может вам генерировать исходный код по выходу той программы, которую вы там в него зашили. Ну, к сожалению, примеров таких я сейчас не успею показать. Покажу рантайм кодогенерацию. Это вот пример ASP.NET MVC-шной вьюхи. Как будет видно, что она генерируется в рантайме. То есть я там вставил небольшой блок кода, который показывает, где взята сборка, из которой загрузилась эта вьюха. И можно увидеть, что в рантайме, когда я запущу страничку, запущу этот сайт, он мне покажет, что, видите, он в какой-то временной папке лежит. Если я буду перезапускать этот сайт, то временная папка постоянно будет другая. И здесь, соответственно, проблема возникает, что если у вас много таких вьюх, и вы… у вас много вьюх, они все генерируются в рантайме, и у вас время компиляции и запуска вашего сервера будет просто очень неприлично долгим. Собственно, можно сделать предварительную генерацию вьюх, как я говорил, Razer Generator. Он во время разработки работает и, собственно, генерирует генератор вьюх, который в рантайме вью генерирует. То есть нужно генератор генератора писать. Что получается? То есть у вас на самом деле вот та же самая страничка, но с использованием Razer Generator преобразуется вот в такой код. Если помните, он похож на тот сгенерированный, который T4 показывал. И на выходе получается уже, как видите, путь нашей сборки, и он в рантайме уже использует только ту сборку нашего сайта, которая есть. Ну, пару советов в заключение. Собственно, если у вас простой какой-то повторяющийся код по шаблону, там, клиентский проксиодат или DDL или еще что-то такое, или вам нужно произвольный текст по какому-то шаблону генерировать, подавая ему на вход разные мета-данные, то вполне там T4, Razer Engine вам поможет в данном случае. Razer Engine можно расширять, его можно для других использовать, задач. Если же у вас какой-то сложный код, или, например, нужно генерировать код только C-Sharp и Visual Basic, вы знаете, что ничего другого не будет. У вас есть определенная логика генерации, и она сильно сложная. Или если у вас целью является создание кода генератора самого, или либо если логика генерации вообще важнее, чем шаблон результирующего кода, то вполне можно там код-дом использовать, или Rostlin сейчас уже появился. Ну вот как-то так. Готов ответить на вопросы? У кого вопросы есть? Значит, все было понятно или все было непонятно, да? Ну ладно, спасибо тогда. Спасибо. Спасибо.